на простыне есть мокрое пятно почему что случилось большинству людей это случается в какой-то момент их жизни некоторые люди испытывают это по нескольку раз в неделю это обычное явление когда в организме происходит всплеск гормонов но она может происходить на всех этапах жизни по сути во время сна организм испытывает определенную комбинацию из четырех факторов стимуляция мне снится сон оргазм семяизвержение если просто не мягкие или подобраны правильно то ощущения могут передаваться по всему телу может быть у тебя полный мочевой пузырь и это стимулирует тебя может быть ты неосознанно приподнимаешься на кровати или жимаешь бедра вместе или мастурбируешь рукой во время сна эти движения безусловно могут способствовать возникновению эрекции и увеличению количества смазки это и есть стимуляция в 1800-х годах врачи и другие общественные деятели считали что мастурбация может привести к болезням безумию и смерти и что полюции были фактором способствующим этому или ранним симптомам в результате общество запаниковало и изобретатели отреагировали всевозможными хитроумными приспособлениями призванными защитить детей взрослых от потенциально смертельных заболеваний манжеты с шипами для ношения вокруг пениса не вызывающее раздражение у нас есть костюмы для бандажа металлические поясоверности и сигнализаторы на поясе которые могут обнаружить эрекцию и подать звуковой сигнал чтобы вы проснулись слава богу теперь мы знаем что стимуляция не приводит к болезни или смерти это не обязательно но сновидения обычно сопровождают влажный сон они могут быть не сексуальными они могут быть сексуальными в отношении вещей которые тебе сознательно не нравится однако чаще всего это сексуальные сюжетные линии которые развлекают разум в то время как тело разыгрывает их игры с нынешними или прошлыми партнерами секс со знаменитостями просьбы о близости все что сексуально возбуждающие поцелуи мастурбация грудь возможно ты не помнишь свои сны но скорее всего их было от пяти до восьми пока ты спала и по данным американской академии медицины сна 8 процентов из них были сексуальными а 4 процента оргазмическими испытай оргазм следующая часть эротического сна это оргазм или кульминация даже если нет стимуляции или захватывающего сценария разыгрывающегося в твоей голове во время сна ты можешь испытывать что-то похожее на это как будто закрываешься сжимаешься теряешь сознание взрываешься одновременно как бы странно это не выглядело оргазм считается одним из самых приятных ощущений в мире а для некоторых людей эротические сны это единственный момент когда они достигают оргазма это эякуляция эякуляция это когда тело выделяет жидкость влажная часть сна влага в промежности пятно на простыне клинически это ночные полюции ночные выделения можете получить их если спите днем при выделении жидкости спермы вагинальной смазки или вагинальной эякуляции обычно остается небольшое пятнышко которое легко вытереть холодной водой и полотенцем в этом нет ничего страшного и конечно же это не повод выбрасывать постельное белье пижаму или нижнее белье тебе не нужно стыдиться своего тела его функции его жидкости стань обладательницей мечты завернись в эти простыни и приведи их в порядок с гордостью все это очень по-человечески не теряй любопытства и пожалуйста поддержи нас в большинстве учебников по человеческой сексуальности на которые я ссылалась для этого эпизода ничего не говорилось о влажных снах или ночных полюциях в других источниках это удел мальчиков или женщины не эякулируют важно для меня потому что она восполняет знания которых нам не хватает и исправляет дезинформацию которой нас учили секс плане и шанс это сложная постановка и если ты хочешь узнать больше о науке сновидений или анатомии физиологии в целом загляни на наши родственные каналы эссе и шо и краш корс